Чего, на ваш взгляд, не хватает украинским силовикам для того, чтобы взять ситуацию на Донбассе под контроль? Ну, того же самого, что советским не хватало в 41-м году, то есть современных структур, опыта, координации, ну и воли к победе. Какая обстановка, на ваш взгляд, сейчас там в Донецкой и Луганской областях? Обстановка достаточно сложная. Я думаю, что сейчас разворачивается вторая фаза противостояния, которая будет более массированная, большее количество боев и столкновений, ну, фактически война. Как вы думаете, добровольцы, которых вы сейчас набираете в батальон Донбасс, они способны противостоять тем хорошо подготовленным боевикам и чеченцам? Ну, там, во-первых, не все хорошо подготовлены, во-вторых, у нас тоже будут хорошо подготовлены. Самое главное, что у них есть дух и воля к победе, они четко знают, что они тут делают. Как вы думаете, насколько по времени растянется антитеррористическая операция или вообще вот этот пожар на востоке Украины? Я думаю, что минимум на несколько месяцев, дай бог, чтобы жить до года. Вообще все зависит от того, насколько быстро мобилизуется народ и насколько быстро попадут изменения в структурах армии, милиции, СБУ. То есть, насколько они быстро станут современными и боеспособными. По вашим ощущениям, идут эти изменения? Ну, мы же здесь. Идут, конечно.